Друзья, итак, мы в Очакове, на западе Москвы, недалеко от шелезнодорожной станции Очакова. Ну и, соответственно, этот Очаков, оно входит в состав района Очаково-Матвеевская, западного округа Москвы. Но на самом деле, фактически, это как бы два района, то есть Очаково от Матвеевского довольно сильно отличается и по внешнему виду, ну и в реновации вообще в целом. Вот. Ну и, если, допустим, в Матвеевском будет снесено всего около десятка жилых домов, то здесь вот в Очаково около 50, то есть, понимаете, в несколько раз, вот, примерно в 5 раз больше домов. Вот. То есть, Очаково будет снесено больше, чем наполовину. Процентов даже, может быть, на 60-70, вот так вот, обновиться в ближайшие примерно 10 лет. Вот. Ну и, соответственно, все дома, которые попали в реновацию, под снос, они все пятиэтажные и были построены они в 50-60-е годы прошлого века. Ну, в общем, это такая типичная ситуация. В этом смысле ничего нового здесь нету. Обычные пятиэтажки, да, вот, построены как раз в советское время. Они разные, кирпичные, в основном кирпичные преобладают, но есть и панельные, и блочные, но их поменьше. И вот мы идем по улице Марии Поливановой, да, и здесь вот смотрим на 5 жилых домов, которые попали в реновацию. И первый дом, это вот этот дом, пятиэтажный, под номером 2. Кстати, обратите внимание, что вот улица, половина улицы вот Марии Поливановой, бульварного типа, вот это единственная улица бульварного типа, даже половина улицы, да, в Очакове. То есть здесь вот можно, в принципе, и погулять. Такой небольшой зеленый уголочек недалеко от железнодорожной станции Очакова. Здесь просто такая прогулочная аллея, зона. Вот, видите, небольшой уголочек для отдыха. Можно здесь посидеть, и там еще детский уголок сейчас увидим. Так что заодно вот и немножко пройдемся здесь. Итак, вот здесь будет видно вот этот такой дом 2. Ну, типичная кирпичная пятиэтажка. На углу с улицы Наташи Ковшовой. Она находится, вот она, здесь ее хорошо видно. Вот, магазин Дикси. А вот это еще один дом, вот уже, по номерам 4, тоже пятиэтажка. Ну, и, соответственно, по номерам 4. Это пятиэтажка в авторе 1963 году, ну, а вот это в 1961. Вот, собственно, и все. Они, конечно, по виду несколько отличаются. Ну, а так, по сути, конечно, построены в начале 60-х годов. И, соответственно, обе кирпичные. Ну, вот такой детский городок. Поскольку сейчас прохладно, никого нету здесь. Ну, а так, в целом, конечно, народ бы здесь бывает. Вот еще одна детская площадка. Итак, смотрим еще раз на дом 4 и дом 2, которые попали в реновацию. Ну, а следующие дома уже будут запрещением с Большой Очаковской улицей, которая здесь вот перпендикулярно этой улице Марии Поливановой проходит. Итак, смотрим еще раз. Это как бы центральная площадь, так и этого небольшого сквера. Ну, вот. Ну, и здесь, видите, даже освещение есть. Так что все очень современно. Ну, естественно, него несколько раз обновляли. Обновляли этот сквер. И в последнее время тоже. Ну, здесь вот можно посидеть, отдохнуть. Ну, по сути, такой... Один из немногих, если не единственный, зеленый уголочек здесь, в Очакове. Ну, конечно, исключением самого главного уголка – это прогулочная зона вдоль Большого Очаковского пруда. Ну, а там находится за Озерной улицей. Между Озерной улицей и Мичуринским проспектом. Ну, вот еще раз дом 4 смотрим. Вот. Это дом 4. Вот, кирпичная, красная, пятиэтажка. А вот, собственно, и Большая Очаковская улица. На этом, собственно, сквер заканчивается. Дальше улица Мария Поливанова. Она уже продолжается просто как обычная улица. Уже не бульварного типа. Без сквера. Все. Ну, и запрещением с Большой Очаковской улицы. Здесь вот на участке от Большой Очаковской до Озерной улицы. Еще 4 дома по улице Марии Поливановой попали в реновацию. Вот этот дом 9А. Вот. Тоже кирпичный дом пятиэтажный. Вот. Построенный в 367 году. Вот за ним сразу идет дом 11. Вот он. То есть еще одна пятиэтажка. Но построена она была вообще в 69 году. Еще на два года позже. Итак, 9А и дом 11. Вот. Еще одна пятиэтажка. 9А и 11. Еще одна кирпичная пятиэтажка. Следующая за ней идет сразу еще одна пятиэтажка. 11А. Итак, 9А, 11 и 11А. Вот. Это дом в 362 года постройки. Ну, тоже кирпичный. Ну, он, по-моему, штукатуренный. Судя по всему. Ну, дворик между ними. Домом 11 и 11А. Вот. И так еще один кирпичный дом. Сейчас поближе чуть подойдем и будет видно получше. Вот он. Пятиэтажка. 62-го года постройки. Вот. Ну, а это, соответственно, дом 11. 69-го года постройки. Ну, и видите, так вот расстояние между ними. Интересно. Ну, и вот дом 13-й еще попал. Это панельная пятиэтажка. Вот на улице Марии Поливановой. В отличие от других домов на этой улице, они все кирпичные. 5 домов кирпичных. И вот этот вот один дом, только 13-й. Он панельный. Вот. И был построен в 1962 году. Вот эта вот панельная пятиэтажка тоже попала в реновацию. Так вот, Большая Чаковская улица, где будет снесено 8 жилых домов, попала в реновацию. И один из них как раз перед нами, дом 29, пятиэтажка. Построен в 1936 году. Вот. Ну, и, соответственно, следующий же дом, прям противоположный, номер 34. Здесь он вот, это вот, собственно, улица Марии Поливановой. Ну, как бульварного типа, да. Ну, и вот дом 34-й. Вот он построен в 1936 году. Тоже кирпичная пятиэтажка, как и вот этот дом напротив 29-й. Только, просто этот, он чуть подлиннее, а этот такой, чуть укороченный домик такой вот. Вот. Надо сказать, что не все пятиэтажки попали в реновацию в Очакове. Все-таки около десятка пятиэтажек не попали. Ну, в основном, это кирпичные пятиэтажки, но иногда встречаются такие довольно удивительные случаи. Ну, вот, кстати, вот этот дом, например, 36-й, он не попал в реновацию. Видите, кирпичный дом вроде бы, все, но в реновацию он не попал. Он, по-моему, сейчас находится на ремонте, наверное, не знаю. Ну, в общем, так вот. Так что не все попали, надо сказать. Ну, вот, в основном все-таки попали, конечно, процентов 90. Вот. Ну, вот кое-какие вот там 34-й не попал, а вот 30-й, 34-й он попал. И вот этот 29-й тоже. Вот. Ну, иногда такие интересные, да, бывают ситуации, когда, например, дом, допустим, по улице Пржевальского, 10А, панельный дом, панельный пятиэтажка и не попал в реновацию. Ну, это, по-моему, единственный случай здесь, в Очакове. Ну, не знаю, как он устоит, когда вокруг все дома попали, а он, собственно, один не попал. Ну, вот, каким-то образом. Вот этот тоже дом 33-й не попал. Хотя, в принципе, тоже кирпичная пятиэтажка. Ну, а дальше у нас, соответственно, здесь вот дом 35-й. Ну, это, собственно говоря, не жилое здание, поэтому, в принципе, понятно. И вот сразу мы сейчас посмотрим на одну из точек по реновации. Видите, вот здесь строится жилой дом. Это вот улица Елены Кулисовой, небольшая такая улица. Соединяющая будет эту Большую Очаковскую, ну, собственно, главную улицу Очакова. И Озерная улица, ну, тоже вторую по значимости, наверное, улицу. И здесь вот, собственно, строится вот жилой дом. Здесь был небольшой такой скверик. И теперь вот строится вот жилой дом. Вот, на 20 этажей написано. И, соответственно, ну, хотят его построить в конце этого года. Четвертый квартал 20-го года там написан. Но его, конечно, не построят 20 этажей. Так что вообще, скорее всего, более реально это в 21-м году. Скорее всего, его достроят где-то ближе к концу 21-го года. Вот здесь был скверик. Тут тоже были довольно большие недовольства среди местных жителей, когда началось строительство. Вот, тут даже были стычки, столкновения. Кого-то и в полицию забирали, даже некоторых активистов, которые здесь протестовали против этого строительства. Но в итоге, конечно, власти все равно победили. И вот, как мы видим, уже Васю тут вырастает вот новый дом по реновации. Он будет иметь номер 35А по Большой Очаковской улице. А вот этот вот дом 37, как ни странно, это жилой дом. Это бывшее общежитие фабрики Прачечной. Здесь вот, в Очакове. Двухэтажное здание, построенное в 1666 году. Ну, оно, судя по всему, так осталось общежитием, наверное. Ну, и вот его тоже будут сносить по реновации. Здесь вот на Большой Очаковской. Ну, она тоже непосредственно выходит лицом на Большой Очаковской улице. Вот она проходит как раз. Ну, еще вот на Большой Очаковской улице. Здесь вот на углу, на перещине с первым Очаковским переулком. Два дома повали под снос по реновации. Это вот этот дом 9. Вот он, краснокирпичный уголковый дом. Вот, построенный в 1937 году. Вот видите, тоже видно балкончики. Только с третьего этажа начинаются. Ну, эти маленькие декоративные балкончики. Вот. Ну, и следующий дом, он уже поновее. Дом 14 на противоположной стороне. Тоже уголковый. Вот здесь вот на перещине Большой Очаковской. Тоже и вот этого первого Очаковского переулка. Ну, он был построен в 1660 году. Ну, там уже вот новые дома. В начале Большой Очаковской. Вот. Ну, и, соответственно, вот видите, тоже уголковый дом. Кирпичный. Тоже. И он вот попал тоже в реновацию. Так же, как и вот этот дом. Ну, в принципе, между ними разница всего три года, да. То есть, вот этот и вот этот. Ну, видите, по внешнему виду они, конечно, довольно сильно отличаются. Хотя, вроде бы, тоже кирпичные пятиэтажки, не оштукатуренные. Но все равно заметна разница. То есть, три года и, в общем, какая разница, да, в градостроительной политике. Вот. Ну, и два дома, кстати, тоже уголковых. Я уже сказал. Вот. Итак, это девятый дом. Пятьдесят седьмого года постройки. Красный кирпичный. Вот он, уголковый. На пересечении с первым. Но, видите, еще и труба тоже своя. Так что, ну, сейчас понятно, уже центральное отопление. А когда-то вот она играла большую роль, отопливал этот дом. Ну, и четырнадцатый, в общем, обычная серая пятиэтажка, более привычная для нас, на которых в Москве намного больше. Ну, построена она была в шестятом году. Тоже дом уголковый. Ну, уже уголок не пойдем смотреть туда. Ну, в принципе, понятно. Вот. А вот этот дом, кстати, не попал. Дом шестнадцатый. Видите, вроде тоже пятиэтажный. Пятьдесятых годов постройки. А, однако же, под снос не попал. Так что, около десятка домов. Даже чуть побольше. По чаку и все-таки не попали. По крайней мере, пока вот под снос. По реновации. Так, ну, это вот здание школы. Это понятно, что не попало. Ну, сейчас, не знаю, наверное, сейчас, может, даже и не школа. Видите, мои документы написаны. Ну, раньше школа была, а сейчас, видите, все меняется. Наверное, приспособили под мои документы. Это второй очаковский переулок. Вот. И вот следующий дом. Да. Вот, кстати, еще старый очаков. Смотрите, двухэтажные дома. А раньше таких домов тут очень много было в очакове. Вот. Ну, соответственно, вот следующий дом. Вот это двадцатый дом. Да. Двадцатый дом. Он тоже попал под снос. Он уголковый дом. На углу с пятым очаковским переулком. В 1956 году постройки дом. Вот. Блочный дом. Это общежитие бывшее. Сейчас, не знаю, может быть, оно тоже общежитие. Вот он, пятый очаковский переулок. Собственно, отходит от него. Туда дальше. Он небольшой. Соединяет вот эту большую очаковскую улицу и улицу Наташи Ковшовой, который там около железной дороги проходит, параллельно железной дороге на всем протяжении. Вот. И вот этот дом двадцатый, он тоже попал в реновацию. Дом 356 года постройки. Ну, раньше общежитие было. Кстати, балконы почему-то только на четвертом этаже. Я вот не знаю, с чем связано. Ну, это факт. Вот. Ну, а следующий дом, кстати, абсолютно такой же. Да, вот дом. Так сказать. Все одно и то же, 22-й. Он не попал. Вот смотрите, вот этот попал, а тот не попал. Вот. Видите, как бывает. А тот уже вот ближе к четвертому. Ну, в углу с четвертым. Очаковским переулком находится. Вот. Вот так вот бывает тоже, да? Иногда. Случается. Итак, дом 20-й. 56-го года постройки по Большой Очаковской. Тоже попал по ценосу по реновациям. А 22-й этот не попал. Ну, по крайней мере, пока. Прямо решили начать с 20-го. Хотя они очень и очень похуже. Дворик такой. Ну, и две панельные пятиэтажки попали под снос при реновации. Здесь вот в конце Большой Очаковской улицы. Это панельные пятиэтажки. Вот. Построены в 60-е годы. Вот под номером 43. Сейчас мы увидим подальше. Ну, собственно, вот этот квартал Б Очаково. Это А квартал, это Б. Ну, А квартал, он уже, в общем-то, во многом застроен, видите, современными домами. Там снос будет минимальный. А вот как раз вот этот вот квартал Б Очаково, его практически весь несут. Ну, не все, конечно, вот этот дом, допустим, в 41-й не попал. Вот. Двенадцатиэтажный. Ну, а вот, в основном, он пятиэтажками застроен. Ну, как, в принципе, и все Очаково. Очаково, это основная застройка, это пятиэтажная. В отличие от того же Матвеевского, где как раз пятиэтажек не так много. И там реновация будет не очень большая. И вот дом 43. Вот. Это такой, там целый комплекс идет панельных домов. Вот, построенных в середине 60-х годов, 64-го по 66-й год. Там около десятка вот домов, друг за дружкой идут. Часть по проектируемому проезду идет, 19-80-а часть. Вот как раз два дома, вот 43 и 45, корпус 1, они как раз идут по... Вот, видите, дом 43, корпус... Дом 43. Вот, видите, он весь зелень утонул. Ну, это вот как раз пятиэтажка, панельная, вот, как раз под снос. Ну, и следующая за ним, они как бы так вот лесенкой идут, один за другим. И следующая, 45, корпус 1, точно такой же дом панельный. Тоже панельная пятиэтажка, хрущевка. Вот она. Все. И вот это еще один дом, вот, получается, последний по Большой Очаковской улице. Ну, а дальше там уже идут дома. Тоже такие же панельные, пятиэтажки, только по проектируемому проезду. 19-80. Итак, смотрим, вот, дом 45, корпус 1, по Большой Очаковской улице. Друзья, ну, и в начале Озерной улицы. Здесь вот три дома попало в реновацию. Вот этот шестой, вот этот четвертый. Они находятся на пересечении со вторым Очаковским переулком, который вот здесь отходит от Озерной улицы. Это все кирпичные дома здесь в начале идут. Вот это, видите, уголковый дом четвертый. А это такой довольно длинный дом. Он не уголковый, плоскостной. Видите, весь зелень утонул. Может, со двора сейчас получше будет видно. Вот. Дом шестой. Кстати, вот, допустим, десятый дом, он не попал в реновацию. Хотя тоже такая кирпичная пятиэтажка. Ну, такая довольно мощная. Ну, вот он не попал. А вот эти попали три дома. Итак, еще раз. Вот здесь получше видно, да. Дом шестой. Вот этот дом четвертый. Да, они находятся оба на переченье со вторым очаковским переулком. Вот этот дом, кстати, недавно построили для сотрудников ФСБ, поскольку там рядом Академия ФСБ находится на Мичуринском проспекте. Там по другую сторону речки Очаковки. Вот это вот у нас второй очаковский переулок. Вот. Итак, вот этот вот попал в дом, соответственно, четвертый. Да, и вот этот дом шестой, он был построен в шестьдесят шестом году. А вот этот дом, вот, четвертый, был построен еще в пятьдесят четвертом году. И это сразу заметно. Видите, такие балкончики еще декоративные остались, остатки декора. Как еще в пятьдесятые годы дома строили. Отличается он от домов, построенных в шестьдесятые годы. Вот. Балкончики такие вот, видите, арочные окна стрельчатые. Вот. Ну и последний дом, который, собственно, начинает улица. Видите, здесь вот она начинается как раз, вот поворот идет. Вот. Вот это дом номер два. Вот он. Вот там вот первый очаковский переулок, как раз, где машина выезжает. Вот оттуда как раз начинается озерное. Ну, озерное чуть дальше продолжается, но дома начинаются именно здесь. Вот. И вот этот вот тоже уголковый дом на переезжение с первым очаковским переулком. Тоже кирпичный, пятиэтажка, построенный в пятьдесят пятом году. Вот. Пожалуйста. Еще раз вот отсюда лучше будет видно. Вот она. Вот. Также вот в реновацию попал 24-й дом по вот этой вот озерной улице. А, кстати, вот дом по этой улице Ирена Кулисова, пятый дом, да, вот, допустим, тоже пятиэтажка кирпичная, точно такая же, как вот, допустим, 24-й дом, вот в реновацию не попал. Вот. Тут тоже не все пятиэтажки попали. Ну, вот это 24-й дом, соответственно, попал. В реновацию. Вот здесь, рядом с пресечением с улицы Марьи Поливановой. Вот. И вот эта пятиэтажка кирпичная, построенная была в 360-м году. Вот. Видите, еще струбой, спичной. Очевидно, раньше тоже свое было отопление от котельника. Так. Ну, вот, видите, это вот дом 24. Красная кирпичная пятиэтажка. А это вот улица Марьи Поливановой как раз. Вот. Ну, и сразу заперещением с улицы Марьи Поливановой туда следующий 24-й дом. 22-й дом идет. И он тоже попал в реновацию, подсунулся. Но он уже панельный дом. Вот. А так, по годам, в общем-то, построен был фактически в одно время. В 61-м году. Этот в 60-м, 24-й. А 22-й в 61-м. Буквально на год попозже. Но при этом этот кирпичный дом. А тот, соответственно, 22-й панельный. Вот он. Прямо тоже выходит непосредственно проезжая часть. Вот на эту озерную улицу. Весь тоже утонул зелень. Деревьев. Вот он. Панельный пятиэтажка. Одной рамп 22. 1960 года. Постройки. Сейчас, может, со двора получше видно будет здесь. Ну да. Чуть получше. Вот. 22-й дом. Так, за вот этим 22-м домом по озерной улице идет вот этот 20-й дом. Тоже панельный пятиэтажка. Номер 20, 61-го года постройки. И, конечно же, она попала в реновацию. Подснос. Вот. Ну, вот видите, такой дворик немножко на небольшой возвышенности. Тут перепад высот идет. Речка Очаковки туда, там дальше вот за озерную улицу. Большой Очаковский пруд. Ну, и речка Очаковка, соответственно, протекает. Поэтому тут небольшой идет склон туда. Вниз как бы. И двор, он находится на небольшой возвышенности. Ну, и еще раз подчеркну, дом 20. Видите, панельная пятиэтажка. Это 61-го года постройки. Вот. И сразу же за ней тоже по озерной улице идет дом 14-й. Вот. Тоже. Вот видите. Дом 14-й. Вот. Тоже построен в 61-м году. Но только этот дом кирпичный. Вот он. Видите, кирпичный дом. Недалеко от пересечения с улицы Бржевальского. Вот на углу. Там улица Бржевальского подходит. И вот эти дома по Бржевальского. Ну, а здесь вот дом 14-й. Вот. Он туда непосредственно лицом выходит на проезжую часть озерной улицы. И тоже вот он попал. Под снос при новации. Красный кирпичный пятиэтажный дом. А это уже вот дома идут по улице Бржевальского. Так вот. Здесь получше чуть видно. Так, это 20-й дом. Вот это 14-й. Так. Дом 14-й. Дробь 16-й. 16-й это по Бржевальскому. Он на углу стоит. Торцом к Бржевальскому. Ну, а лицом выходит на озерную вот эту улицу, по которой, собственно, он и числится. Все. Вот эта кирпичная пятиэтажка. На зерной улице больше всех домов попало в Очакове под снос при новации. Всего 16 домов. И вот мы посмотрим с конца этой улицы. Это вот у нас идут 34-е дома. Вот это 34-й корпус 2 дом. Там 34-й корпус 1. Кирпичные дома, кстати. Ну, вот они очень похожи друг на друга. Вот 34-й корпус 1. Вот 34-й корпус 2. И за ним еще идет 34-й корпус 3. Вот видите, они все одинаковые. В принципе, дома кирпичные. Ну, и тоже были, в общем, построены в одно время. В 60-е годы, с 63-го по 65-е годы. Здесь вот в квартале Б Очакова. Менше 34-й корпус 3. Вот, и 34-й корпус 3. Тоже такой же абсолютно кирпичный дом. Построенный в одно время с этими. Вот они прямо лесенкой идут. Ну, вот, смотрите. Дом 34, корпус 3. А дальше у нас 32-е дома идут. Вот это у нас, соответственно, дом. Вот напротив этого идет дом 32. Корпус 2, корпус 2. Там вот идет 32, корпус 1. Так. То же самое. Та же лесенка идет. Такая же система. Между этими домами, как видим, дворы находятся. Вот. Тоже кирпичные дома. Вот 32, корпус 1. Вот. Это 32, корпус 2. Ну, и, соответственно, следующий дом 32, корпус 3. Тоже самое. Три корпуса. Дом 32, так же, как и 34. И все в одно время. 63-65-е годы. Ну, вот, видите, детская площадка. А тут еще, видите, ковры сушат. Выбивает, наверное, тоже. Еще по старинке, как раньше в Москве было принято. Вот. И вот 32, корпус 3 тоже дом. Ну, так, один за другим. Но тоже довольно умно построено, потому что, в принципе, чтобы не окна в окна, а именно все-таки с расстоянием, да, чтобы, как вот шли, вот так вот, окна в окна не смотрели. А один друг за дружкой, и так вот лесенки идут там. Ну, все-таки довольно-таки комфортно. Итак, 32, корпус 3. Вот. Теперь 30-е дома посмотрим. Вот. Ну, соответственно, для 30-х домов всего два. Два корпуса. Вот. Тоже они за ними. За этими 32-ми домами. Ну, вот. 30-й дом у нас. Это корпус 2 идет. Вот он. 30-й корпус 2 с детской площадкой. Вот дом стоит. Вот. Ну, и там, соответственно, 30-й корпус 1. Вот. 30-й корпус 2, 30-й корпус 1. Небольшой тоже перепад высот. Ну, в принципе, тут он не очень значительный. Итак, 30-й корпус 2. Ну, и, соответственно, здесь вот дворик между 30-ми и 32-й. И вот 30-й корпус 1. И вот 30-й корпус 1. Все здесь достаточно ясно, понятно. Вот. Ну, и еще 28-й дом. Там уже непосредственно выходит на проезжую часть, на Озерную улицу. Вон один всего. 28-й дом. Он тоже был построен вот в середине 60-х годов. Вот он. Тоже кирпичный дом. Скрылся в зерене весь детская площадка тоже. Вот. И вот, собственно говоря, Озерные улицы, непосредственно проезжая часть. Да, друзья, удивительное дело, но в Москве есть жилые дома, которые числятся по безымянному проезду, а точнее по проектируемому проезду номер 1980, 1980, как угодно. Вот. Он, собственно, проходит от конца Большой Очаковской улицы и до, значит, Озерной улицы. И, соответственно, видите, там находится несколько жилых домов, но если быть точнее, то их всего шесть. Вот это третий дом. Вот видите, он так и числится. Дом 3. Проектируемый проезд. Вот 19, 80. Вот так вот люди живут. Вам таких случаев еще больше нет. Вот это последний дом 45, корпус 1 по Большой Очаковской улице, который тоже попал под снос панельная пятиэтажка. Ну, а дальше там вот уже идет шесть домов, которые идут по проектируемому проезду. И вот здесь, вот между вот этим 45 домом по Большой Очаковской и вот этим третьим домом по проектируемому проезду, вот примерно на месте вот этой детской и спортивной площадок, хотят строить еще один дом по инновации. Вот мы одну площадку недавно увидели на Большой Очаковской улице 35, а там уже идет строительство нового жилого дома 20-этажного для переселенцев по реновации в районе вот так как раз из Очакова. Вот. Ну, а здесь вот хотят вот еще одну точку сделать вот, соответственно, в этом вот месте как раз вот около этих домов. Ну, я не знаю, насколько, соответственно, когда будет начать строительство и будет ли проводиться снос вот этих вот домов или, соответственно, так и будет сюда просто воткнут вот этот вот еще один жилой дом по реновации, как бы вторую такую точку, площадку. Вот. Сложно сказать. Ну, во всяком случае, в 2022 году хотят уже, соответственно, этот дом построить. Поэтому, наверное, скоро должно, по идее, начаться строительство вот этого дома. Ну, не знаю, посмотрим, по крайней мере. Ну, пока тут ничего нету. Ну, только лишь по проекту должно, по идее, начаться строительство. Ну, а мы посмотрим, вот, собственно, какие дома попали под сносов по проектированному проезду 19-80. Вот этот дом третий, этот дом, соответственно, пятый. Это все панельные дома, построенные с 64 по 66 годы. И они, конечно же, попали под снос по реновации. Видите, такие зеленые дворики. Ну, в общем-то, весь этот микрорайон Б, очаг, он был построен, в общем-то, практически в одно время. Итак, смотрим. Это третий дом. Вот дворик, да? А это, собственно говоря, сам проектируемый проезд, то есть, проезжая часть непосредственно. Недалеко от метро Озерной это находится. Итак, это у нас дом 3. Да, это дом 5. Вот он. Плохо видно, конечно, из-за зелени, но что поделать. Вот, ну и дальше у нас пойдут седьмые дома. Это уже тоже этого проезда. Сразу 4 дома, 4 корпуса. 7 корпуса, 1 корпус, 2 корпуса, 3 корпуса, 4 корпуса. И все они были, в общем, одинаково выглядят. Все панельные пятиэтажки построены тоже в одно время. Буквально там с разницей в 1-2 года. Итак, еще раз смотрим. Это дом 5. Дом 5. Ну, а дальше седьмые дома. Вот это дом 7. Корпус 1. Вот это корпус 2. Такая площадочка для отдыха. Даже кто-то стул поставил. Так еще какие-то сохраняются остатки что-то такого провинциального. Итак, вот это дом 7 корпуса 1. Это 7 корпус 2. Вот он. Пятиэтажка. Вот 7 корпус 1. Это пятый дом. Сейчас посмотрим. Вот он. Ну, здесь получше видно. 7 корпус 1. Вот это 7 корпус 2. Вон 7 корпус 3. Вот это корпус 2. Вот. А им поперек стоит вот этот дом. 7 корпус 3. Тоже пятиэтажка. Спортивная площадка. Зона отдыха просто для сидения и размышлений. Вот. Итак, это вот дом. Тоже 7 корпус 3. И это все проектируем проезд 19.80. И дальше вот там дом. Корпус 4. 7 корпус 4. Вот. Вот так вот довольно компактно, но в то же время довольно-таки с большими пространствами для жизни идут вот эти вот дома. Вот, собственно, 7 корпус 4. Вот он. Все эти дома панельные и все были построены в 1664 по в 1666 годы. Сейчас он все. Вот это дом 4. На улице Пржевальского в Реноватском севернее попало 3 жилых дома. Вот это 12 дом кирпичный. Вот это 10 дом тоже кирпичный. Они одинаковые. Краснокирпичные дома построены в одно время в 1660 году. Вот. И дом 9 на той стороне. этой вот небольшой улице. Но что удивительно, вот это вот у нас 10 дом. Соответственно, да, краснокирпичный. Вот это 12 дом тоже краснокирпичный. Но что интересно, я уже об этом говорил, что вот не попал почему-то в реновацию вот тот самый панельный дом под номером 10А. Вот. Хотя тоже, в общем-то, построен был в 60-й год. И все подобные дома. Вот там Позерная улица. И здесь вот, в общем-то, ну в этом квартале, да, они там по паркирам проезда, они, в общем-то, все попали. Тоже панельные дома в реновацию. А этот дом вот 10А, он каким-то образом не попал. И я, честно говоря, очень зомневаюсь, что он стоит. То есть вокруг все будут сносить. Вот эти дома, вот эти, даже кирпичные попали. А вот этот дом каким-то образом не попал. Пржевальского 10А. Ну, я думаю, что его все-таки тоже ждет снос. Хотя, еще раз повторяю, официально, именно вот официально, да, в реновацию он и сегодня не попал. Ну, а попал здесь, еще раз повторю, вот это 10-й дом, да, по улице Пржевальского. Вот это 12-й дом, такой же красный-крпичный. И еще 9-й дом. А вот, а он уже панельный. И был построен один из самых поздних здесь. Вот эта улица Пржевальского, собственно, один из самых поздних домов здесь, вот в Очакове, в 1971 году. Ну, несмотря на это, все-таки, поскольку панельная пятиэтажка, вот она, видите, она стоит торцом прям к улице, немножко, чуть-чуть в глубине вся в зелени утонула. Вот 9-й дом. А вот, несмотря на это, все-таки дом панельная пятиэтажка, и он попал тоже под снос по реновации. Хотя он, в общем-то, относительно молодой. Ну, по крайней мере, моложе других домов. Вот, так что вот так вот. Ну, такая вот пока ситуация. Ну, а, собственно, больше здесь, в общем, на этой улице сносить, в принципе, ничего, кроме, как я уже сказал, такого спорного дома под номером 10А. Видите, такой довольно длинный дом 9-й. И вот, видите, эту пятиэтажку панельную будут сносить в ближайшем будущем. Здесь вот неплохо видно, в принципе. Вот, ну, весь дом мы все равно не увидим, поскольку все-таки много листвы. Вот, еще разок. Ну, это уже, соответственно, дома по-большой Чаковски. Они уже более высотные. Двенадцатиэтажные. Их, конечно, сносить не буду, естественно. Вот, так, еще раз. Сейчас отсюда, может, посмотрим. Итак. Том 9. Вот он. Насколько можно его рассмотреть за листвой. Так, друзья, вот смотрите, какой приятный дворик. Вот спортивная площадка. И вот детская площадка. Такая зеленая зона. Хороший скверик такой. Вот. И все это пространство находится вот между четвертым очаковским педелком и пятым, который вот здесь проходит. Между четвертым и пятым они соединяют Большую Очаковскую улицу и улицу Наташи Ковшовой. И вот здесь находится дом номер 3. Это пятиэтажное общежитие, построенное в 1558 году. И вот это общежитие, вот оно перед нами. Сокрылась зеленья, но как раз вот попало тоже в реновацию. Вот это единственный дом по четвертому очаковскому перелку. Четвертый очаковский дом 3. Она непосредственно выходит на проезжую часть. Это вот еще 22-й по Большой Очаковскому. Который, как я уже говорил, не попал в реновацию. Хотя 20-й попал, а точно такой же 22-й не попал. Тоже общежитие вроде как. И вот видите, как интересно. А вот этот вот дом 3. Вот он вот по этому четвертому очаковскому перелку он попал в реновацию. Вот смотрите, какое пространство специально сделали. Еще отправили. Там практически машин не есть. Да еще это зеленое пространство сделали. Представляете? Конечно, жизнь здесь довольно хорошо. Но тихо, спокойно. Но при этом это все-таки общежитие. Поэтому, я не знаю, расселили его, нет. Но, во всяком случае, раньше точно было общежитием. Ну и, соответственно, может быть, даже и сейчас оно продолжает им оставаться. И вот снесут. Друзья, вот на этой улице Наташи Ковшовой, которая проходит параллельно железной дороге киевского направления около станции Очакова, четыре дома попало в реновацию. Четыре пятиэтажных дома попало в реновацию. Ну, собственно, больше здесь носить нечего, поскольку здесь остальные дома, вот эти уже современные, выстроенные вот вдоль этой улицы, такие вот большие. Это то, что ждет вот переселенцев из этих вот пятиэтажек. И в будущее они могут уже увидеть вот примерно вот эти дома большие. Вот. Ну, а здесь вот осталось еще четыре пятиэтажных дома в начале вот этой улицы Наташи Ковшовой. И как раз именно они-то и попали в реновацию. И вот один из них, это причем два общежития блочных. Вот это первое, дом номер семь. И следующий дом номер пять. Два блочных общежития, построенные в 1357 году. Вот. И два кирпичных дома под номером три и номер один. Вот. Ну, тут как бы целый квартал такой, получается, был общежитий. Видите, вот это дом три по четвертому очаковскому переулку. И дальше дома 20 и 22 тоже. Это общежития были по Большой Очаковской улице. Итак, вот эти уголковые дома. Уголковый дом номер семь. Вот он, видите, блочный наштукатуренный. Судя по всему. Да? Или крашеный, не знаю. Ну, и точно такой же ему вторит. Вон, следующий дом номер пять. И построены они были в одно время. В 1557 году. Одно крыло этих домов непосредственно выходит на проезжую часть, вот на ту. Ну, одно немножко вот в сторону двора, вот сюда, в глубину квартала. Итак, это дом номер пять по улице Наташи Ковшовой. Ну, а это... Сейчас чуть тенечек зайдем, посмотрим. Итак, дом номер пять. А вот это дом номер семь. Вот чуть поближе туда к станции Очакова. Вот. Ну, и за ними в начале улицы еще два дома находятся. Они уже кирпичные. Вот. И построены были чуть попозже, в начале 60-х годов. Дом номер три, дом номер один. Вот это у нас пятый Очаковский переулок мы пересекаем. И вот за ним и такие красно-кирпичные дома пятиэтажные. Это вот улица Наташи Ковшовой. Вот, как видите, стоянка для жителей домов. Ну, и вот они показались, вот эти дома. Пятиэтажные, кирпичные. Вот дом номер три. Построен в 1363 году. А там все железная дорога. Разные склады, прижелезнодорожные строения там и так далее. Многое связано со станцией Очакова. Итак, дом номер три. Вот он, красно-кирпичный. Вот, весь скрылся в зелени, да? 63-го года постройки. Вот он. Попал под снос. И за ним точно такой же дом номер один. Построен на год пораньше, в 1662 году. Ну, тоже, вот видите, такой дворик зеленый. Что-то оградили. Я вот это не очень понимаю, что значит это ограда. Похоже на реновацию. А, его сносят уже. Вот, смотрите. Я даже не знал. Оказывается, его сносят. Вот это да. То есть круто. Не знал, честно говоря. Видите, какие открытия совершаются. Да, домик-то уже все, сносится. Так вот. Ну вот. А этот еще предстоит вот снести. Точно такой же дом. Видите? Под номером три. А этот уже все. Под номером один. Он стоит вот на перещине с первым очаковским переулком. Там первый очаковский отходит. И вот он на перещине стоит. И все. Огорожен. И сносится. Все. Вот этот улица Наташи Ковшовой. А вот дом выселенный и сносимый. Все. Уже окна высадили. Там, наверное, ну, сейчас это как умный снос называется, да? И все. Скоро будут полностью сносить. А то дома не будет. Только в истории останется. А третий пока еще постоит, наверное. В какое-то время. Его тоже, наверное, снесут. В недалеком будущем. Вот как раз первый очаковский здесь отход. Итак, четыре дома по улице Наташи Ковшова. Один уже сносится под номером один. И еще три, которые попали в реновацию. Будут скоро, очевидно, сносить. Номер три, номер пять и номер семь. Здесь все очень легко. Итак, еще раз посмотрим. Итак, сносимый дом под номером один. Ну и следующий дом сразу посмотрим, который попал в реновацию. Но он уже числится по первому очаковскому пироку. Поэтому это дом номер четыре. Вот он перед нами. Тоже красно-кирпичная пятиэтажка. Построена в 361 году. Ну, то есть, вот этот в 62-м, этот в 63-м, номер три, этот номер один, который сносится в 62-м, а этот в 61-м. Вот такая вот интересная математика. Ну, по сути, в одно время. Видите, они в одном стиле, в одно время. Красно-кирпичные дома. Так что тут, в принципе, все понятно. Все. Вот первый очаковский переулок, дом 4. Ну, кстати, он такой, несколько укороченный. В отличие от этих домов. Чуть-чуть он покороче. Ну, здесь еще пока вовсю люди живут в этом доме. Так что, наверное, еще пока, не знаю, когда что там будут сносить. Ну, этот еще раз посмотрим, он уже сносится вовсю. Все. Да, друзья, ну и, наконец, в начале вот Очаковского шоссе, вот оно отходит тут от улицы Лобачевского, вот попало в реновацию на Очаковском шоссе четыре жилых дома. Сеть дома пятиэтажная, три пятиэтажки панельные, вот они. Идут два корпуса 1 и 2, вот это два корпуса 1, и за ней два корпуса 2, и один дом кирпичный. Вот эти дома, два корпуса 1 и 2, и дом 4, вот, они были построены с 162 по 166 годы, ну, то есть в середине 60-х годов. Ну, где-то начало-середине 60-х годов. Итак, дом 2, корпус 1, вот, дома, еще раз говорю, панельные, вот. Видите, тут татуары тоже, наверное, меняют. Вот. Это вот дом 4. Вот, это вот двор, собственно, дома 2, корпус 1, и за ним сразу же идет 2, корпус 2. И вот дом 4, тоже панельный дом. Панельная пятиэтажка хрущевки. Такой довольно длинный, видите, дом. Ну, впрочем, вполне стандартный. Итак, 2, корпус 1. Вот. За ним вот идет 2, корпус 2, дом. Ну, он, правда, не панельный, он кирпичный. Этот панельный, значит, получается, 2 панельных и 2 кирпичных. Это кирпичный дом. 2, корпус 2. Вот, это тоже попал в реновацию. Вот. Это панельный. И дальше вот 4, корпус 1. Тоже дом панельный. Вот. Вот он. И, соответственно, кирпичный дом 6, корпус 1. Но этот дом был построен в 1971 году. Довольно поздно. И он от них отличается от этих домов. Вот это дом 6, корпус 1. С таким балконом. Вообще, похоже даже на общежитие, мне кажется. Так вот, по сути своей. Итак, это дом номер 6, корпус 1 панельный. 60-х годов. И вот между ними, видите, какая клумба. Ну и, соответственно, вот.